Строят, строят и никак не достроят. Подрядчики в очередной раз отчитались о возведении школ в Горде. На какой стадии стройки и стоит ли ждать объекты в срок? Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давич». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Работают круглые сутки. В Кирове идет активная уборка. Подрядчики без конца вывозят снег, разгребают тротуары, посыпают остановки. А сколько снега вывезли на полигоны? В Ленгасово выдалась тревожная ночь. Там горел частный дом. В МЧС рассказали подробности пожара. Необходимо обратить внимание на правильность эксплуатации печного оборудования. Снова взялись за детское питание. Кировские депутаты в очередной раз решили избавиться от раковой опухоли. На этот раз так назвали школьный комбинат питания. А что предложили взамен? Сейчас ситуация не применяется к адресу. Сейчас я говорю месяца. Не трудно, потому что администрация природы должна применяться. Украли древесину на миллионы. В Кировской области незаконно вырубали лес. Кто оказался виноват? Преступление было совершено в результате непринятия должных мер арендаторам леса. Тюбинки могут стать запретными. В Госдуме всерьез задумались об ограничении зимних катаний с горок. Чем надувные ватрушки не угодили депутатам? На смену морозу снег и ветер. У дворников новый вызов. Чистить город одновременно и от снега, и от гололеда. Также у них задача убирать затвердевший снег с остановок общественного транспорта. Первые от него избавили театральную площадь. Как погода нормализовалась, подрядчики вернулись к вывозу снега. За прошлую ночь собрали с улиц города 7 кубометров снежных масс. Этим занимались 50 самосвалов. Всего по городу снег убирали около 100 единиц техники. Тротуары и дороги посыпают галитом. Температура воздуха как раз для него подходит. За сотки один из подрядчиков израсходовал почти 25 тонн реагента. Жаркие дискуссии о том, что происходит в городе. Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Депутаты гордумы обсуждали строительство школ, перенастройку светофоров. Обратили внимание и на визуальный шум. Обо всем подробно расскажет Кирилл Комаровских. Сейчас в Кирове строят семь школ. Из них три вызывают опасения. Их могут не успеть сдать в срок. На улице Трофиной строят школу на 1100 мест. На первом этапе уже идет отставание от сроков. Сейчас идут работы по замещению грунта. На неделе подвезут сваи. Школу должны сдать 31 декабря 2024 года. Подрядчик уверяет, что сдадут. Депутаты гордумы думают о введении штрафов. Еще две проблемные школы в Зубаревском лесу и здесь, за моей спиной, в Долгушино. Кстати, здесь допустили ошибки при строительстве. И сейчас их устраняют. В Зубаревском лесу каркас выполнен на 80%, уверяет подрядчик. На объекции работает всего 12 человек. Причины отставания – необоснованное расторжение контрактов. Если бы его не расторгли, все бы сделали в срок, уверяет подрядчик, представитель строительной компании «Монолит». Текущий срок сдачи, кстати, 1 июля 2024 года. Речь идет об обеих школах. Однако депутат Владимир Малков, который, к слову, имеет строительное образование, считает, что сроки могут сорвать в очередной раз. Вы понимаете, вы сейчас пришли и очередную сказку рассказываете. Вы считаете, что 1 июля вы все сдадите? 1 июля – это срок, который указан в мировом соглашении. Ну, так вы ответьте – сдадите. Мы будем выполнять сроки контракта. Ну, я понял, не сдадите, все, спасибо. Озадачились депутаты Гордумы и так называемым визуальным шумом. Сейчас в Кире стоят 3,5 тысячи столбов АТП. У дирекции благоустройства их еще 10 тысяч. И на всех висят провода. До конца февраля должны провести инвентаризацию. Те провода, что без маркировки, снимут. Таким образом, минимум 30% проводов пропадут, так как они являются незаконными. Начали тестировать и так называемую интеллектуальную транспортную систему. В Кирове она должна автоматически упорядочить движение транспорта. Так уже изменили время проезда на Московской, Садаковской и проезжей в Макаре. К светофорам на зеленый сигнал прибавили 15 секунд. В ближайшее время отрегулируют и Ленина-Герцена, на которой мы сейчас с вами находимся. Кирилл Комаровских, Светлана Гудименко, Бюро новостей, Давича. Первый общегородской каток откроют уже в эти выходные в Гагаринском парке. Об этом рассказали в администрации города. Подрядная организация завершает заливку ледовой площадки. Кроме того, готов пункт проката коньков и точка общепита. Территорию украсили новогодней иллюминацией. Рядом установлены горка и аттракционы. Еще один общегородской каток площадью 3000 квадратных метров откроется на стадионе в Коминтерне на Павла Корчагина, 39. К 21 декабря планируется подготовить к работе общегородской каток с прокатом коньков в Кочаровском парке. К этой же дате обустроят площадки на Театральной площади и в парке ЛПК. Чем будут кормить детей в садиках и школах? Как изменится организация питания? Этот вопрос сегодня вызвал бурное обсуждение депутатов городской думы. О чем спорили народные избранники и к чему в итоге пришли, расскажет Наталья Бакерина. Система школьного питания должна измениться и произойдет это в ближайшие год-полтора, отметил глава администрации Вячеслав Симаков. А кто будет главным звеном в этой системе, поинтересовался депутат Владимир Малков. Неужели комбинат питания? Сейчас хотим создавать какие-то организации, которые будут заниматься закупкой и питанием наших детей, которые будут отвечать за качество. И не будет вот этих всяких интересных коррупционных схем, которые сейчас проходят на комбинате питания. Если вы обладаете информацией, что сейчас какие-то коррупционные схемы проходят, давайте обратимся в следственные органы, голословно это вот так говорить. Я ничего не раз говорю, мы с АХА покупали, КСО подтвердило, что завышенные цены. По шоколаду мы вернули, вообще вот дело это нет, оно опять занято у вас, непонятно. Депутат Владимир Журалев, в свою очередь, отметил, что организацию школьного питания нужно передать в частные руки. А комбинат питания назвал раковой опухолью. По мнению Журавлева, важно решать кадровый вопрос, и не только в самом комбинате питания. Если ситуация не применяется и кадровая, я с января месяца буду выдавать за то, что администрация города должна применяться. По крайней мере, руководство. Мы элементарно просто не можем решить. Меня это не развеет, потому что сейчас так говорю, вот оно достает. Сейчас меняем систему, подходы, в том числе и кадровый состав. Потому что у нас еще до сих пор есть люди, которые там работают не год, не два, не три в комбинате. И действительно, проблема кадровая, она как и везде присутствует. Может быть, когда вы какую-то дорожную карту представите, о том, что намерены сделать, какие условия, с кем, с какими ресурсами. Но что было, понятно, потому что, ну, сейчас только слова, аналитика, это, конечно, хорошо, вопросов нет. Но с комбинатом питания, да, нет проблем. Вячеслав Семаков предложил создать рабочую группу по вопросам школьного питания. Прозвучало предложение создать наблюдательный совет при комбинате питания. В него изъявил желание войти Владимир Малков. Все эти вопросы депутаты обсудят 20 декабря. Наталья Бакирина, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей, Довича. Минувшим вечером в микрорайоне Ленгасова произошел пожар. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Кировской области, в 21 час 3 минуты на улице Целинной загорелся дом. В результате происшествия сгорела крыша, обгорели стены изнутри и имущество по всей площади. В тушении принимали участие 6 пожарных расчетов. О причинах происшествия и пострадавших сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Произошел пожар в частном жилом доме. Пострадавших на пожаре нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Необходимо обратить внимание на правильность эксплуатации печного оборудования, каминов в жилых домах, исправность электрической проводки. Минус 15. Не сказать, чтобы тепло, но аномальные холода миновали. Как перенесли 30 градусов мороза коммуникации Кирова? Были ли прорывы на трубах водоснабжения? Итоги декабрьской морозной недели подвели в «Водоканале». Подробности в сюжете. Если кому-то к зиме нужно подготовить только сани, то сотрудникам МУП «Водоканал» всю сезонную технику, чтобы зимой специалисты были во всеоружии на случай аварийных ситуаций. Подготовка к зимнему сезону аварийных служб началась у нас еще в начале осени. Была проверена вся спецтехника и также было проверено дополнительное оборудование, которое используется у нас при обогреве наружных трубопроводов. Это были парогенератор, генератор, вырабатывающий электроэнергию, и также генераторы, которые у нас отогревают небольшие участки сети. И выводы напрашиваются сами собой. Морозы прошли благополучно. За неделю особо низких температур было 12 заявок. Все дефекты были оперативно устранены, благодаря хорошей подготовке. Эксперты напоминают, если трубы с водой промерзли внутри дома, то это уже зона ответственности управляющей компании. В любом случае о неполадках на сетях водоснабжения и водоотведения можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 699-500. Пустят только на аттракцион. В России предложили запретить кататься на ватрушках и вне специальных парков. Откуда возникла такая идея, об этом и не только расскажу во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. Нарубили лес на два с лишним миллиона рублей. Прокуратура Мурашинского района Кировской области провела проверку законности использования участка лесного фонда арендатором. Основанием для проверки стала информация о незаконной рубке леса с причинением ущерба неустановленными лицами. Рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокурора законным, обоснованными и взыскал с ответчика соответствующую компенсацию. При изучении материалов уголовного дела установлено, что данное преступление было совершено в результате непринятия должных мер арендаторам леса при непосредственном освоении лесов. Казалось бы, такая привычная и безобидная, но на деле очень опасная забава. Одно из самых популярных зимних развлечений – катание на тюбинге – могут запретить. Об этом заговорили в Государственной Думе. Почему ватрушки привлекли внимание депутатов, расскажет Екатерина Дворникова. Катя, что там происходит с ватрушками? С ватрушками, в принципе, ничего не происходит. А многие из тех, кто на них катается, получают серьезные травмы. Депутат Госдумы Татьяна Абутская всерьез обеспокоилась этой проблемой. Ее пора решать. То есть тюбинги могут запретить вообще? О запрете, говорят, речи не идет. Потушки, наоборот, хотят разрешить, но только в качестве составляющей аттракциона «Зимняя горка». Почему аттракцион? Ну, потому что, во-первых, он собран у нас по стандарту. Он прошел сертификацию. Мы точно знаем, что гортики высокие, что горка пологая. Либо, если она длинная, то длинный скат. Что скат, он без каких-то бетонных плит в конце и так далее. Надя, замечала ли ты, как порой рискованно ребята катаются на ватрушках? Да, я видала. Кстати, еще видала, что подвое иногда ездят. А иногда еще две ватрушки так паровозиком скрепят и тоже скатываются. Согласись, это травмоопасно. Ну да, согласна. На аттракционах, о которых говорит депутат, такого не допустят. За безопасностью будут следить сотрудники. По мнению Бутска, правильно организованное место для тюбинга поможет избежать травм и даже трагедии. В администрации города пояснили, чем опасна всем привычная нам ватрушка. Тюбинг – очень коварный снаряд. Он способен к закручиванию, к переворачиванию. И, кроме того, скорость его, если горка превышает более 20 градусов, он разгоняется до скорости до 40 км в час. Поэтому нужно иметь в виду, что тормозного механизма у тюбинга нет. И этот снаряд может вывести вас и на дорогу, или на дерево, или на кустарник. И если попадете на трамплин, то можете просто перевернуть. А что в администрации думают по поводу идеи регулирования катания на ватрушках? По мнению чиновников, контролировать это развлечение, конечно же, нужно. Но дети – есть дети. И они часто просто не думают о том, безопасно или нет на горке. Поэтому важно прежде всего родителям объяснять своим чадам, где и как нужно кататься на тюбингах, чтобы избежать травм. Хоть сейчас, по мнению врачей, и снизился уровень травматизма из-за тюбинга в целом, риск покалечиться есть всегда. Когда человек сидит в этой ватрушке, у него в области поясницы усиливается его естественный прогиб, который называется лордозом. И в случае попадания в яму или на кочку, можно этот прогиб сильно усилить и травмировать поясничный отдел позвоночника. При ударе головой во время скоростного спуска можно также получить сотрясение, дополнил хирург. А когда же определится судьба этой коварной ватрушки? Пока неизвестно. Депутаты планируют направить обращение с предложением регулирования тюбинга в Росстандарт. Но сначала им нужно получить от Минздрава официальную статистику травматизма и закатания на ватрушках. Предоставит ли ее – это уже другой вопрос. Да, Катя, спасибо. Очень полезная информация. Мы продолжаем. Попали в пилотный проект. В правительстве России включили Кировскую область в программу по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишостин. Кроме нашей области, в расширенный список попали еще 25 регионов России. Таким образом, в эксперименте будут принимать участие 67 субъектов. Согласно Дорожной карте по развитию производства и использования электротранспорта, к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей достигнет не менее 10%. Будет запущено порядка 72 тысяч зарядных станций, из которых около 28 тысяч – быстрые. Увидели орбитальные корабли, стартовые комплексы и, наконец, запуск настоящей ракеты. Кировские школьники посетили крупнейший космодром Байконур. Они вернулись в Киров и сегодня поделились своими впечатлениями о поездке. Подробности в сюжете. Не только полезно, но и крайне интересно. О своей поездке на Байконур рассказали как взрослые участники экспедиции, так и школьники. В Казахстане они поучаствовали в международной конференции, посвященной 35-летию полета орбитального корабля «Буран» и 100-летнему юбилею создания планетариев. Космодром Байконур – это огромная площадь с большим количеством монументальных сооружений. Мы увидели ряд событий, которые предшествовали запуску ракеты. Это и вывоз ракеты, и подготовка ракеты до космического старта, ну и, конечно же, пуск ракеты. То есть это незабываемое впечатление. Да, делегация стала свидетелем запуска ракетоносителя «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс». А на нем, на Международную космическую станцию, улетел юбилейный флаг 650-летия Кирова. Во время поездки ребята и взрослые смогли посмотреть секретные объекты, услышать из первых уст удивительные рассказы. Что когда «Буран» снизился на расстоянии 11 километров, он пропал с ордаров. У всех сердце упало. «Буран» снижается очень низко и затем изменяет курс, вновь делает траекторию и садится в заданной точке. Ликовали все. Участники поездки сходятся во мнении. Когда находишься в современной космической школе, когда сам побывал на крупнейшем космодроме, гордишься своей страной и даже меняешь представление о будущей профессии. Люди, которые работают в космосе, на самом деле герои, которые жертвуют своей жизнью, которые меняют наш мир к лучшему. И стоит задуматься о том, чтобы как-то связывать с этим свою жизнь. Я думаю, благодаря таким поездкам детей, которые будут стремиться стать не только космонавтами, но и конструкторами, учеными, инженерами, станет в Кировской области намного больше. В подобную поездку на Байконур кировские ребята ездили уже в 18-19 годах. И теперь, после пандемии, с 23-го года такие познавательные выезды планируют организовывать регулярно. Бездомных животных все жалеют, но не каждый может дать им приют. Псу по кличке Яша повезло, он обрел нового хозяина. Им стал глава администрации города Кирова Вячеслав Семаков. Совсем скоро пес переедет в новый дом, для него уже построены вольер и будка. Глава поделился, что всегда хотел иметь алабая. Подобрать мохнатого друга помогли сотрудники приюта. В своем телеграм-канале Вячеслав Семаков запустил опрос и узнал у своих подписчиков, готовы ли они взять себе животное из приюта. Мы решили задать такой же вопрос кировчанам. В группе Девятка ТВ ВКонтакте провели свой опрос. И вот результаты. Не готовы обзавестись домашним питомцем из приюта 51% респондентов. Готовы 27%. Уже взяли 12% опрошенных. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Мы уже взяли. У нас уже есть. Из приюта или нет? Мы не из приюта, просто человек погиб, поэтому мы забрали. У меня уже есть животное. А вообще это хорошее дело брать животных из приюта? Да, думаю, да. Почему? Ну, их жалко, что с ними еще делать. Не выбросывать же их. Трудно сказать. Мы всегда жили с собаками, но, наверное, пока нет. А вообще стоит брать животных из приюта? Думаю, да. Почему? Ну, потому что они, как правило, добрые бывают, лучше, чем породистые кошки. Да. Никогда не любила, не уважала людей, которые бросают животных. Маленькие все красивые. Я все время говорю, даже крокодильчики маленькие. Детки красивые. Когда собака вырастает, вдруг оказывается, что она много места в доме занимает, много кушает, это нельзя. Если ты взял животное, значит, ты за него отвечаешь. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»